Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые борются с коронавирусом за самоотверженность и высокий профессионализм. Ордена Пирогова удостоены 14 человек. За большой вклад в организацию выпуска препарата для лечения COVID-19 отмечено руководство ряда фармкомпаний. Высоко оценил президент работы Петербургского, Ростовского и Тюменского управлений Роспотребнадзора. Ну а как наша сейчас система здравоохранения, как она выдерживает новый удар и вторую волну коронавируса, нам рассказал постоянный гость вечернего хэштега, депутат Государственной Думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич. Давайте послушаем. Да, вы знаете, действительно, то, что происходит сейчас осенью, к сожалению, этого никто не ожидал. Хотя, конечно же, ученые говорили о том, что вот эта вторая волна возможна, но все-таки делали некие ссылки на то, что вторая волна не будет такой серьезной, как первая. К сожалению, оказалось все наоборот. Вот эта вторая волна, так называемая вторая волна, она оказалась очень серьезной. И действительно, вся наша страна, в принципе, как и весь мир, испытывает очень серьезные нагрузки на системы здравоохранения. Что касается нашей страны. Конечно же, в нашей стране все неоднородно, потому что наша страна очень большая, состоит, напомню, из 85 регионов. И понятно, что регион регион урозен. Те регионы, там, где исполнительная власть регионов, губернаторы, подумали о том, что необходимо подготовиться и провели некие организационные мероприятия вот в эту летнюю передышку. Вот в этих регионах действительно нагрузка на здравоохранение хоть и большая, но в принципе эти системы здравоохранения справляются. В тех регионах, где, ну уж откровенно скажу, власти провалили подготовку, вот там, конечно же, происходят проблемы. Туда уже направляются и были направлены так называемые федеральные мобильные бригады медиков. Туда направляются необходимые средства и оборудование. Но если говорить в общем, то, конечно же, наша система общая здравоохранения нашего государства, еще раз повторюсь, хоть и с нагрузкой, но все-таки пока еще справляется с тем потоком пациентов, который существует. Что будет дальше, неизвестно. Потому что как будет развиваться эта пандемия в дальнейшем, опять-таки, непонятно. Хотя, еще раз можно сослаться на мнение ученых, экспертов, специалистов в области эпидемиологии, вирусологии. Все они говорят о том, что мы находимся на пороге того, чтобы выйти на так называемое плато. И что, в принципе, дальнейшего какого-то серьезного нагнетания этой обстановки уже не ожидают. Но еще раз повторюсь, прогнозы прогнозами, мы слышали прогнозы огромное количество и весной, и летом, да и сейчас. И не все эти прогнозы, даже большинство из этих прогнозов не сбылось. Поэтому, конечно же, всем нам, всему населению надо быть очень ответственными и быть всегда на готове.